Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная озвука. Как получить ранний урожай томатов? Несмотря на то, что за окном 5 января, сейчас самое время поговорить именно на эту тему, потому что потом будет поздно, ведь для получения раннего урожая нужно и посев делать раньше. Но многие думают, что достаточно посевить рано и получим урожай рано, это не так. Сейчас все нюансы и все трудности, которые могут вас подстерегать при раннем посеве для получения раннего урожая, я обо всем расскажу и все постепенно. Вот я достала прошлогодние свои тетради, в которые я все записываю. В прошлом году первый посев для получения раннего урожая я сделала 29 января. Я сегодня уже... Нет, сегодня я про это не говорила. В предыдущих видео я говорила, что в сибирском регионе посев у нас начинается для теплиц 10-20 февраля. Ну это обыкновенные, стандартные сроки, рекомендованные, когда все огородники начинают посев для теплиц. Но какое-то количество, вот как я говорила, что много мы не сможем вырастить вот при таком подходе, при очень ранном январском посеве. Но какое-то количество томатов мы можем вырастить и довести до высадки в теплицу именно для получения раннего урожая. У меня вот здесь всего лишь было несколько, один рядок Вечный Зов, потом Розовый Титан, что-то у меня без очков плохо вижу, Настенька, Демидов. Вот их совсем немножко. И они заняли, может быть, там 1-8 теплицы. Но каждый год я высеваю в ранние сроки для получения раннего урожая, только для того, чтобы вот именно получить в июне, в конце июня, в начале июля уже спелые плоды томатов, что для сибирского региона это очень рано, это очень редко, редко кто так рано сеет. Но я сею, это все возможно. И сейчас мы этап за этапом пройдем по всему. Вот сразу отвечу, спрашивают, какие томаты можно посеять для получения раннего урожая, какие сорта. Посеять можно все, любые, но все-таки отдавайте предпочтение сортам с толстыми стволами, с такими толстыми ножками. Они не вытягиваются, их проще вырастить вот в такой зимний период. Вот у нас сейчас солнца совершенно нет. И очень долго будут на искусственном досвечивании. Вот это второе, второй фактор. Если вы хотите получить ранний урожай, вам обязательно нужно будет искусственное освещение. Обо всем об этом у меня есть в прошлогодних видео, все рассказано, какие лампы, какие светильники. Обязательно должен быть стеллаж, потому что в это время, вот конец января, начало февраля, на окне выращивать я бы не советовала. Особенно вот у нас в Сибири, у нас сейчас 30-ти градусные морозы, 28-29 градусов на улице. Представьте, какая температура на подоконнике и рядом со стеклом. Конечно, это очень холодно. И у меня для этого стеллаж, который стоит вообще в глубине дома, а именно вот прямо у меня в спальне, приходится потесниться немножко. И там стоят вот первые ранние перцы, ранние баклажаны, ранние томаты будут стоять. Я еще не сеяла. Но рассчитываю к концу января или к началу февраля сделать посев. Вот первое, что должно у вас быть, должны быть лампы, должны быть стеллажи. Должен быть к дню посева, например, если вы хотите 1 февраля или 29 января, вот как я, за неделю до посевов у вас должен быть грунт, лотки, семена. Все это должно быть готово, потому что перед посевом вам придется этот грунт еще обработать чем-то. Вот чем вы обычно делаете свои обычные посевы, протравливаете землю, обеззараживаете семена. Все это должно быть готово уже в конце января. Все, начали. Посеяли мы. Мы в конце января, ну, допустим, как по прошлогоднему году. 29 января я посеяла. Через неделю семена взойдут. Пусть 5 февраля. И ориентировочно, ну, так, в начале февраля они взойдут. Какое-то время они поседят в посевном лоточке. Как только появляется один или второй, один или два листика, я их начинаю пикировать с большим расстоянием. Я их пикирую один раз, пикирую заглубляя до 7 долей. Тут мы никуда не торопимся. У нас заглубление вот это что нам дает? Ну, во-первых, что дает пикировка, зачем я пикирую? Пикирую, я всегда прищипываю вот этот основной корешок. Эти томаты, они сразу начинают образовывать боковые вот эти корешки. И заглубляя до 7 долей, я укрепляю рассаду. Повышается качество рассады, то есть дополнительные корни образуются на стволике. Вы знаете, что томат это такое растение, которое способен образовать корни на всех частях своего, вот как тела можно сказать, что. Хоть ствол, хоть пасынок, если вы воткнете в землю глубоко, он весь обрастет корнями. Этим мы усиливаем рассаду, укрепляем ее здоровье. Ну и дальше обычный дежурный уход. Поливаем. Немножко я обязательно после всхода и после пикировки, после всех поливов, я немножко прорыхливаю обязательно доступ воздуха. Нам самое главное, чтобы рассада была крепкая, чтобы рассада была здоровая. И чтобы она до высадки, ей придется тяжелее всего, вот этой ранней рассаде. Ей придется вот мучиться в комнатных условиях. Вы знаете, какое бы мы ни создали свет, там, тепло, все равно это неприемлемые для растения, непривычные условия. У нас более сухой воздух, им нужна более такая влажность. Можно опрыскивать их немножко. Но все равно в какой-то степени вот эти ранние растения, они мучаются. Это не для них наши комнатные условия, особенно и батареи, и отопление, все тут. Поэтому на окнах я вообще не рекомендую, потому что там весь жар поднимается. И вот на эти, на наши растения. Все, они прожили еще вот в этом ящичке, который распекированный. Но тут вы должны знать, что нам придется их еще раз пересаживать. И еще раз, потому что они взрослеют. Корневая система у них разрастается. И наступает период, когда даже этого ящичка им не хватает. Ящичка не хватает, начинаем вторую пекировку. Когда происходит вторая пекировка, вы определите сразу. Вот когда вы рассадили, они у вас были свободны. Было между рядами свободное расстояние и между сеянцами. Как только они сомкнулись, листья свои вот так вот, нет расстояния между рядами, нет пространства между сеянцами. Это значит, что и корневой системе там уже мало места. Пересаживаем. Дальше я пересаживаю в стакан. Сейчас покажу в какой. Дальше каждому сеянцу, который у меня предназначен для получения раннего урожая, даю вот такую отдельную тару, стаканчик. Дальше он уже будет идти всегда отдельно. Коллективно я их больше не выращиваю. Почему отдельная тара удобная? Потому что при дальнейшей пересадке, перевалке мы корневую систему уже не будем тревожить. Она вот как в кабочке вот так вот будет у нас. И мы будем вытаскивать и в следующую ямку высаживать, или так, в большую тару. Каждому растению нужно дать полкилограммовую тару. Когда вы узнаете, я вам сказала, вот они сами покажут то, что им тесно. И вот в этом стакане она может жить еще примерно месяц, ну или три недели. Это зависит от сорта и от здоровья рассады. Если она здоровая и идет быстро в рост, она разрастется. Как только вы увидите, вот здесь, что все в белых корнях, нот корнях, видно, что корней больше, чем земли. Начинаем срочно вторую пикировку, или как я ее называю, перевалку. То есть, я вот вчера уже показывала. Для этого подойдет или вот такая тара. Обрезаем, вот вообще бутылка эта трехлитровая. Обрезав вот так вот, мы получаем 2 литра грунта будет здесь. Но насыпать землю не нужно. Насыпите вот столько, выдерните, поставите, края обсыпите свежим грунтом. Потому что этот грунт, она уже весь, все питательные вещества будут употребила уже растение. Если у вас будет в этом году, например, теплая весна, ранняя, то достаточно вот этого двухлитрового. У меня в прошлом году пришлось делать еще одну перевалку вот в такие вот бутыли, которые самые-самые ранние я садила. Но тут, ну по этой же схеме, так же обрезаем вот это, вставляем туда. И вот эти томаты, нынче я купила даже ведерки. Я приобрела вот такие пластмассовые ведерки большие, чуть больше майонезного, раза в 3. Но они просто в магазине, вот где таровса пластмассовая. И в этом году я буду высаживать ведерки. Почему я сейчас это показываю? Потому что, когда я начну показывать в реальном времени, как я это делаю, у вас окажется, что у вас нет стаканчиков, у вас нет ведерок, у вас нет каких-нибудь... Я заранее все это говорю для тех, кто хочет попробовать вырастить супер ранний урожай, даже в Сибирском регионе, даже в других холодных регионах. Поэтому имейте в виду, что вам придется раза 2-3 пересаживать это растение, каждый раз увеличивая, увеличивая, увеличивая количество земли. Некоторые даже высаживают вот в такую... Вот столько земли дают, высаживают томат. По мере того, как он подрастает, подсыпают, 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 делают подсыпку. Этим самым нам самое главное укрепить корневую систему. Чем крепче, сильнее корневая система, тем больше потом она в грунте даст питание растению. И потом, не разрушая этого кома, просто обрезают вот это, снимают и ставят ее уже в ямку, в лунку. Вот это самое главное условие для получения раннего урожая, чтобы дать рассаде комфортные условия создать ей, дать ей тот объем грунта, который соответствует ее возрасту. То есть, если вы посеете в конце января, но оставите ее в этом стакане, вы потом увидите, половина корней отомрет, потому что происходит такая система, растениям не хватает всего этого, как питательных веществ, чего-то, начнут желтеть, опадать нервные листья и начнет часть корневой системы отмирать, как ненужная. Нечем работать, не с чем, земли нет, грунта нет. Вот это очень важно соблюдать, чтобы растение не испытывало недостаток в питательных веществах, недостаток в грунтах, и подкормками здесь вы не обойдетесь. Можно, конечно, вот этот томат оставить в маленьком стаканчике, просто подливать какие-то там, ну вот эти питательные вещества, искусственно подкармливать, но это будет не то. Эта рассада будет называться замученной, вот как я говорю, есть замученная, есть здоровая. Нам важно вырастить здоровую крепкую рассаду, получить урожай. Попробуйте хотя бы на 10 корнях. Сразу говорю, что вот по такой схеме, когда вы создаете все условия ей благоприятные, по такой схеме много не вырастешь. Потому что все они стоят на стеллажах, все они у нас будут находиться в квартире, потом уже на окнах или где-то, и в большой таре, но вместится совсем немного. Я вот выращиваю 20-30, не больше. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Это принцип выращивания рассады для получения раннего урожая. Продолжение следует...